Была ли политика в поединке Карпов-Каспаров? На то время, я думаю, чистый спорт. Поэтому мне кажется, что на тот момент таких вопросов, как сейчас в отношении, не задавалось. Чисто был спортивный интерес. Все-таки в то время, наверное, это был спорт, с моей точки зрения. Потому что Каспаров и Карпов – это уникальные шахматисты. И поэтому Каспаров еще не стал политиком, чтобы выносить на шахматную доску вот такие вот роспры. В общем-то, спорт, наверное. Оба готовились, оба хорошие шахматисты. Карпов потом у нас в Шереметьево, в нашей пограничной части сеанс одновременной игры гнусавый. Но когда играет, прям, конечно, видно, что это. Ну, Каспаров, я думаю, тоже. Ну, возможно, снаружи кажется, что чистый спорт. Но если внутри, то, возможно, какие-то ходы были. У них какая-то другая партия шахмат была. Я думаю, спорт. Я как бы не обращал внимания, но мне кажется, вроде спортивный. Я думаю, что спорт, но в любом случае никогда не обходится без политики. Непонятно, государственный ли, или какой-либо другой. Вы знаете, я как раз был причастен к этому Каспарову, когда он выиграл полуфинал. По-моему, Корченова он обыграл перед тем, как... Я думаю, что в самом поединке не было, это был чистый спорт. Но вокруг этого, конечно, была политическая подоплека, это понятно. Потому что официальные власти поддерживали, наверное, Карпо. Продолжение следует...